доброе утро дорогие друзья всем доброе утро и мы начинаем наш урок торы мишли притчи царя соломона 19 глава и меня зовут искак пентусевич кто первый раз смотрит или будет смотреть записи и это нас уже почти 700 урок то есть мы подряд прям выполняем то что сказал шамай когда-то был такой великий мудрец и он сказал сделай тору постоянная с это ротаха к его сделать тору постоянной и мурма говорим меньше выделаем и делай больше в а вами каббалет коли адам б север по ним ефот и принимая каждого человека как б север по ним ефот с красивым улыбчивым лицом так говорил шамай и мы как раз так и действуем мы изучаем тору сейчас мы изучаем данный момент мудрость царя соломона который был пророк который получил от бога знания полностью как работает мир как он устроен и как надо себя вести и он нам дал конкретно в притчах конкретные дал абсолютно четкие советы как и что делать как что не делать и мы сейчас это изучаем очень подробно на платформе воикра и платформа воикра это на сегодняшний день более ста преподавателей торы и уже почти 50 тысяч человек которые подписаны на платформу на уроки торы для того чтобы слушать эти уроки поэтому это очень круто мы реально делаем такой момент движение а тора это божественный свет то есть через изучение тора мы в этот мир приводим божественный свет все и сейчас у нас конкретно 19 глава 19 глава притчи 19 глава притчи все все готовы всем доброго утром шалом шалом будь ртова алекс подделка аня все шифра бронфман шалом все и в инстаграме у нас тоже становится все больше все больше нас становится участников интересно что что в фейсбуке намного больше чем в инстаграме почему инстаграм сеть более молодежная и пока человек молодой вы больше интересуют материальные вещи чем он старше становится тем он более понимает всю всю иллюзорность материального мира и он начинает задумываться о вещах духовных особенно уже ближе к сорока это называется кризис среднего возраста апаторе это называется возраст бины в 40 лет человека включается уже его рассудительность его его вдумчивость он глубже начинает замечать причинно-следственные связи это все происходит уже ближе к 40 ближе к 40 годам хорошо друзья все продолжаем изучать девятнадцатая глава девятнадцатая глава говорит нам царь соломон в третьем отрывке третьем отрывке и велит адам тисалев дарко в аляшем и зав либо значит переводится это так и велит и велит это как мы знаем это грех но который проистекает из сомнения улай если эти люди скептики они такие скептики вот он подходит к светофору да ему красный свет он говорит а кто сказал что красный свет надо слушаться ну кто это мне будет указывать вот этот красный человечек между красный человечек будет говорить ходить не или не ходить я я более важный чем красный человечек на светофоре и он идет на дорогу его сбивает машина это примерно вот на простом примере как работает грешник по сомнению он сомневается о тора мудрецы бог сказал мазал мало ли кто что сказал и это его приводит к неприятностям то что здесь сказал нам царь соломон и велос адам вот это вот сомнение человека в правильности торы и в правильности божественных заповедей тисалев дарко она извращает его путь то есть он начинает ходить на красный свет в метро прислоняется к дверям курит хотя на пачке написано нельзя курить пьет хотя на бутылке написано нельзя пить и он и так далее он нарушает все возможные заповеди которые только можно говорит сплетни и говорит лошоноразло язычи кушает если он еврей кушает не кошерная а у неевреев кстати есть тоже заповедь нельзя есть everminahai нельзя есть кусок отрезанный от живого то есть нельзя взять например от оленя как китайцы делают вот китайцы они берут обезьяну бьют ее разбивают и череп она еще живая и мозги у нее выедают да конечно там коронавирус потом будет у этих китайцев или мыши они едят летучих но как можно модуль летучий мышь есть теперь и был от адам тисалев дарко значит сомнения вот это вот грехи когда человек отрицает божественную реальность и божественные заповеди искривляет его путь то есть он начинает идти по путям кривым какие-то пути кривые самое простое самое простое это делать то что хочешь то есть здесь сразу же ты попадаешь в концепцию такого чистого эгоизма и сопротивление с окружающими людьми это самый простой путь извратить самый простой метод извратить свой путь это делать то что твое сердце хочет хочешь там я не знаю спать утром не вставай зачем вставать на там на работу на молитву зачем вставать делай что хочешь потом вечером не хочешь спать не ложись спать какая разница что тогда ты не выспишься и тогда у тебя будет следующий день испорчен нет неважно делай что хочешь это самый простой способ искривить свой путь а что дальше происходит а дальше царь самон предупреждает валя шем и завлибо но на бога будет потом он возмущаться и будет он потом рассказывать где же был бог во время катастрофы где же был бог когда меня в тюрьму садили да где же был бог когда и дальше идет перечень перечень неприятностей в котором человек обвиняет бога от самого начала кстати сотворения человека когда бог сотворил человека адам решена первого человека то он пожалел его и увидел что у человека нет пары и сказал бог плохо человеку быть одному сделай ему помощника против него эзерк энэгдо сделал ему женщину помощник против него значит потом женщина она съела от плода дерева познания добра и зла и она уговорила мужа своего тоже адама решена есть от этого плода дерево и когда бог к нему обратился и сказал ему говорит как же ты ела дерево я же тебе сказал не ешь не ешь от этого дерева а он говорит а я мне жена дала которую ты мне дал то есть он тут же съехал и сказал богу нет этот сам ты сам виноват это твоя ответственность ты мне дал женщину она мне сказала есть я ел все и дальше человек в когда все хорошо что говорят люди кухи вот семья де асуле куль хайлазе рука моя и доблесть моя и ум мой и вообще какая красавчик мне принесли все мои успехи и достижения кто молодец я молодец а если неприятности кто виноват он виноват он виноват он виноват или не повезло бог виноват значит с неба мне не повезло должно было повезти но не повезло понятно да то чек в то что хорошо он он это присваивает себе зачем кому-то говорит спасибо богу как-то да не зачем все отлично это я чуть что плохо прям вот царь сам он предупредил что на бога и негодует сердце его да и зав либо и это очень опасно потому что уже за это потом ему идут все неприятности уже такие конкретные потому что если вот мне очень нравится равша ломаруш он предлагает у него есть книга сад благодарности вообще я считаю все кто хотят найти вот изначально такой прямо путь к богу и присоединиться по-настоящему вот внутри там мыслями душой и так далее обязательно надо изучить книги сад веры называется это это как усилить свою веру в бога и связи с ним потому что связь с богом идет через веру в бога да то чем сильнее вера тем сильнее связь и 2 книга называется сад благодарности это методология это конкретный метод как усилить свою связь с богом через благодарность его там он как раз и рассказывает даже если происходит что-то что тебе кажется плохим ты все равно начинаешь Благодарить Бога, спасибо, 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 ты меня любишь, ты меня довел, ты меня довел до этого момента, ты всегда меня поддерживал, все, я тебе все равно благодарен, я не понимаю пока, почему это и для чего это, но я благодарен, я верю тебе, что ты меня любишь, ну и так далее, и так далее. И говорит Рав Шаламарош, что через вот эту благодарность Бог открывает тогда, где человек извратил свой путь, то есть приходит понимание, где ты ошибся, где ты поступил неправильно, и когда ты исправляешь вот то, что было корнем вот этой неприятности, в этот момент, значит, все происходит отлично. А что делают грешники? Они наоборот, они искривляют свой путь, потом приходят к закономерному следствию своих действий, и вместо того, чтобы сказать Богу спасибо за желтый сигнал светофора, который их предупреждает, что они зашли не туда, они начинают на Бога же возмущаться, как это так, ты такой там, ну и так далее. Понятно, да, это очень важный отрывок такой был, который очень часто в жизни встречается. Хорошо, теперь давайте возьмем четвертый отрывок. Четвертый отрывок тоже очень распространенная ситуация, которую мы можем наблюдать прямо в окружающем мире сотни раз. Значит, четыре тысячи лет назад сказал, сказал царь Соломон, он Юсиф Раим Рабим, он это имущество, имущество добавляет близких множество. Много становится приятелей, помните, мы учили, что приятели, они для поболтать, а друг может быть один, это мы учили на прошлом уроке. И здесь он раскрывает, откуда берутся все эти приятели. Он говорит, он Юсиф Раим Рабим. То есть я помню еще в советское время, когда были очень тяжелые такие материальные условия относительно, да, и у кого-то, например, уезжают, родители куда-то уезжают, у школьника какого-нибудь есть свободная жилплощадь, и у него сразу приятелей много, давай мы у тебя, все приходят к нему в гости, все. Есть известная история про как имущество добавляют приятелей много, такой как анекдот, что Александр даже понятия не имел, сколько у него есть близких родственников и любящих друзей, пока не купил виллу на берегу моря в Испании. Вот как он купил виллу, значит, у него вдруг объявились все его близкие родственники, все его любящие друзья и так далее. Ну, понятно, да, это то, что царь Сламон здесь говорил. Он, Йосиф, Раим, Рабим. Имущество прибавляет, добавляет приятелей множество. Ведаль, Миреу и Парет. Даль это, очень легко запомнить, даль это бедный, но есть разные, разные оттенки бедности. Даль это, вот, больше всего происходит, похоже на слово обездоленный. Помните, есть в русском языке такое слово обездоленный, что у него было и у него перестало быть, у него теперь нету. И когда у человека было, а потом перестало быть, то тот круг, с которым он общался, написано, Ведаль, Миреу и бедный, обедневший, это, вернее, так лучше перевести, Миреу от приятелей его и Парет отделиться. Вдруг они перестают с ним общаться, как только у него это имущество исчезло, сразу его номер телефона вычеркнули и с ним перестали общаться, потому что, потому что перестали общаться. Но опять же, здесь тоже есть, мы должны всегда помнить очень важную вещь. То есть, это нам царь Сламон сообщил, как работает мир. Вот он так работает, да, то есть, если у человека появляется имущество, он должен понимать, что это не друзья, это приятели, да, которые не с ним хотят дружить, а с имуществом. Малбим здесь как раз очень четко объясняет. Он говорит, самая большая любовь человека, это любовь к себе. То есть, каждый человек, он все равно эгоист, и он больше всего любит себя. Теперь, когда человек любит себя, то понятно, он для себя ищет, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. И когда он видит, что рядом есть кто-то из его приятелей, то есть, это не враг его, не какой-то человек там нехороший, да, это приятный человек, у него есть имущество, тогда его как магнитом, он сам не понимает, почему, но его тянет туда, потому что можно там что-то получить для себя хорошее и приятное. Вот смысл того, что когда у кого-то есть имущество, что у него появляется много приятелей. Они не обманывают, просто у человека, мы тоже учили это в Мишли до этого, есть такое, что шохот, как камень драгоценный взятка в глазах того, у кого она есть. И в ту сторону, куда ведет тебя взятка, интеллект тебе объяснит, что это правильно. Поэтому здесь мы не можем никого обвинять, это отрывок, он не для того, чтобы кого-то обвинять, а для того, чтобы показать реальность. Имущество добавляет приятелей много. Теперь, вы даль, даль это тот, кто обездоленный, тот, у кого это имущество исчезает. Миреу от приятелей этих и пора отделиться. То есть, тут все понятно, да, схема так работает, все, глаза открыты, все понятно. Теперь, но если мы тогда берем этого даль, да, тот, который стал даль, обездоленный, он тогда возвращается на предыдущий отрывок, который мы сейчас изучили, третий, и читает заново, что сомнение человека, оно извратило его пути. И на Бога он будет возмущаться. Но не надо на Бога возмущаться. То есть, любая неприятность, которая происходит с человеком, потеря имущества, потеря здоровья, потеря друзей, потеря близких, потеря семьи, все это сигналит на его внутренней, о его внутренней проблеме, которая возникла у него благодаря его системе координат, по которой он живет. И его система координат, его взаимоотношения с собой, с Богом, с людьми создало вокруг него ту реальность, которая выражается в том, что ему неприятно, он с ней не согласен. И он, реакция обычная человека, да, не повезло, виноват он, виноват он, виноват он. То есть, как реагирует окружающий мир, Бог говорит, а, ты против меня, ты считаешь, что я хочу тебе зла, ну, как хочешь. То есть, если ты в это веришь, так это значит, пожалуйста, тот путь, по которому человек хочет идти, его ведут. Ты считаешь, что Бог против тебя, значит, ты создаешь такую реальность, в которую ты веришь. Если ты считаешь, что люди виноваты, попробуйте, спросите людей, вот попробуйте, спросите людей, которых вы считаете виноватыми, виноваты ли они. Они скажут, нет, мы не виноваты, они не согласны. И с чем остается человек, который сбрасывает с себя ответственность? Ни с чем. То есть, он только ухудшает свои отношения с окружающим миром и с Богом, и ничего не выигрывает. Поэтому, если учит нас Тора, если неприятности и сурим, страдания пришли к человеку, и фашвеш бы маасав, проверь свои дела. Проверь, где, что ты делал, как ты попал в эту ситуацию, что ты делал, что ты не делал, как ты сюда зашел. Проверил и не нашел. Вторая ситуация. Человек проверял свои дела и говорит, да я все делал правильно, но не понимая, что. Это, кстати, второе объяснение на поступок Адама Решона. Когда Адам Решон, первый человек, когда он отвечал Богу, это я выполнил твой приказ. Я, говорит, не ела дерево, это мне жена дала. Он имел в виду не то, что он хотел на Бога сбросить ответственность, что это жена дала, которую ты мне дал. Нет, есть второе объяснение, что он Богу говорит, смотри, я приказ какой получил? От плодов дерево не есть. То есть с дерева я не мог плоды брать. Но я же не с дерева взял, мне же жена дала. Это второй пункт, да, если пришли неприятности, человек проверил свои дела и говорит, да я все правильно сделал. Как первый человек Богу сказал, да я все правильно сделал. Я, ты мне сказал, минаец, а дерево не ешь. А я ел уже плод, который сорвала женщина. Это же не с дерева, это плод от женщины. Значит, говорит нам Тора, что если все-таки неприятность есть, значит, ты мало учил Тора. Значит, ты не знаешь правильные законы, по которым надо было действовать. Понятно, да? И поэтому, еще раз давайте тогда подведем итог этим двум отрывкам. Первый отрывок. Если человеку его сомнение, его неправильное мировоззрение, его нарушение закона Торы, оно обязательно искривляет его путь и приводит его туда, где он будет потом возмущаться на Бога. Это была первая часть. Вторая часть, что если у человека все хорошо, у него появляется имущество, вместе с ним появится много приятелей. Если у него потом имущество пропадет, тогда, тогда что? Тогда, значит, что тогда? Тогда даже приятели эти все от него отделятся. И здесь просто на момент я хочу сказать, что когда Бог дает кому-то из людей имущество, то в этом имуществе обязательно есть доля, которая была предусмотрена на добрые дела, на развитие Божественного Света, на помощь тем людям, которые нуждаются в этой помощи. И когда человек прогуливает все свои деньги, то это не целевое использование богатства. Если это не целевое использование богатства, которое пришло от Бога, то тогда Бог может спокойно это богатство забрать. Поэтому приятели это не целевое использование богатства. Целевое использование богатства это улучшение мира, это помощь людям, это служение Богу, это целевое использование богатства. Поэтому я всем желаю сегодня, чтобы мы поняли, запомнили и применили то, что мы учили, и чтобы было у всех все хорошо, чтобы мы действовали правильно и получали плоды своих правильных действий в здоровье, в материальном достатке, в духовном развитии и в добрых делах, в помощи людям. Все, всем прекрасного дня, до завтра. Напишите, пожалуйста, свои три вывода в комментариях и поделитесь своими выводами со своим окружением, чтобы они тоже знали. Все, всем пока.